Хоба, привет, это опять я уже на ночь глядя. Ну, у меня тут одна дама, прям вот я решил ей ответить. Дело в чем, вот она мне пишет, что, 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 многие недооценивают возможности российских специалистов, подставленных перед неразрешимой задачей, невозможно нерешаемой задачей. Вот, не нужно заблуждаться насчет возможности зверя, загнанного в угол, да? Ну, вот я отвечаю, в России нет большими буквами, нет специалистов, давным-давно уже нет. Чтобы угнетать население достаточно тупых ментов, чтобы нефть качать тоже ума не надо, остального ничего нет, экономика заключается в перепродаже наполовину ворованного, это я пишу, да? И вот она мне опять говорит, вы заблуждаетесь, для того, что надо, все есть, просто вы давно не были там и исходите из печатных источников. Я уверяю вас, что если действительно надо, все сделаю, даже не сомневайтесь. Вот это меня взяло, да? Я написал, вот уж нет, я ни грамма не исхожу большими буквами из печатных источников, ориентируюсь только на свои наблюдения. Если что-то действительно огромными буквами надо, то делать все равно некому. Ну и воруют просто, сейчас ролик будет, вот он ролик. Давайте я вам расскажу, как это все выглядит. Вот я начну издалека, я работал, работал, я всегда был радиолюбителем, работал чуть потом, да? Лет с 12, наверное, там я залез в радиоэфир и там сидел и так далее. И вот нам говорили уже, ну, знающие люди, да, я хорошо, я хорош в этом деле, да, я Мурзу знаю и связываться могу на КВ, УКВ. Вот. Все связные приемки, они все ворованы. Это, ну, в общем, их рядом поставят, да, это с американцев их воровали, с немеццев их воровали, ничего своего нет, вообще ничего, ребят, вот от слова совсем, понимаете? Даже вот этот знаменитый Крот и Кит, да, Р-250, вот, они тоже ворованные все, понимаете? Вот, атомные бомбы сворованы, не надо про Сахарова, все это ворованное, понимаете? Вот, ничего нет, все, вот, у меня были знакомые, да, у меня были знакомые в ящике, у меня теща работала в ящике, в серьезном, на серьезном заводе, да? Ну, и что, вот, а что они делали, проектный институт, да? Вот, они просто брали из архива и все переписывали, вот и все. То, что было до них уже, ну, как бы сказать, изобретено, да, а те у других переписывали и так далее, и тому подобное. Это такая страна. Вот, вы посмотрите на музыку, вот сейчас Киркоров опять судится, да, я видел этот ролик, как он говорит, так важно. Вот я создал новую песню. Какого хрен ты ее создал? Она уже 15 лет, как известно, эта песня, ты ее своровал. Посмотрите, веселые ребята знаменитые, которыми мы заслушивались, танцевали, да? У них же все воровано, Толстый Карсен, это желтая река там и так далее. Ребят, все воровано. Нет специалистов. Если очень надо, то своруют, понимаете? И это очень давно. Если что-то пытались сами делать, да, например, цветные телевизоры еще пытались что-то делать, совки, но они никакие вообще, понимаете? Они никакие, они летят сразу. Я в этом, вот в чем я разбираюсь, я говорю, да? Медицина. Вот смотрите, мы еще как-то учились, мы сдавали экзамены сами. Вот в чем дело. Вот я тут общался со своими однокурсниками, да, они меня все равно не смотрят, так что я даже извиняться не буду. Задавал вопросы, вот мне что-то надо было. Думаю, ну, парень, ты сидишь на этом деле уже столько лет, да? 40 лет назад мы закончили институт. Больше, наверное, я в 79-м закончил, да? Вот, как-то так, давно. Они ничего, да? Вот они просто не отвечают. Простые вопросы задают, просто задаю, просто посоветоваться. Одному, второму, третьему. Вот вообще ноль, вот реакции никакой нет, понимаете? Вот, и это люди, которые учились. А то, что сейчас, я вот смотрел, я очень наблюдательный, я любопытный очень. Я смотрю, вот посмотрел, ну, когда я там был в России, как студенты учились, медики. Они никак не учатся. Они приносят деньги, им ставят зачет. Вот правильно, тут вот недавно кто-то сказал, что ребята, будьте осторожны со врачами. Выпустилось поколение врачей, то, которое вообще не училось, да? Которое сдавало экзамены и зачеты за деньги, понимаете? А что вы думаете, это одна медицина? Ну, я делаю обобщение, естественно, это везде. И такие же экономы, экономики, такие же философы. Ну, философов вообще что-то как-то нет, да? Вот, такие же, ну, все такое прочее, инженерье вот это вот все. Им не нужно это делать, понимаете? Вот пока нефть была, да, были какие разговоры тоже, но вот я так слежу, смотрю, да, что зачем мы будем изобретать, если можно нефть продать и это купить, понимаете? Вот так и сидели на нефтяной игре, а сейчас облом, понимаете? Вот что, не нужно говорить, что в России вообще что-то есть. Ничего, я уже говорил, быдло есть, да? Быдло есть и верхушка вот бандюганы, которая этим быдлом управляет, и это все, понимаете? Экономика за счет чего? Ну, перепродают. Ну, работала я в Москве сколько раз, и все вот эти вот знаменитые, как уж они называются-то, сетевики, да, вот я и сетевиком был тоже, ну, покупают и продают, покупают и продают. Что делают-то вообще, а? То, что Россия выпускает, носить невозможно, ездить на этом невозможно. Посмотрите, вот перед вами Жигули, да, вот эти вот, или как они сейчас называются, Лада, да, ну, на них ездить-то нельзя, ну, видно, ну, я бываю на форумах, это не, вот как она мне говорит, печатная продукция. Какая печатная продукция? Просто мужики между собой говорят, что он ездит в этих Жигулях, у него полный набор там и сверла, и отвертки, и все, что угодно, да, вот. А у нас вот эти машины, вот, у нас несколько уже было, ну, мы их били просто, да, они не ломаются, на них просто ездишь и все. Вот у нас гаражная дверь, она не ломается, на кнопку нажимаешь, она открывается, на кнопку нажимаешь, она закрывается. Все, вот уже сколько лет, вот она ничего ей не делается, да, понимаете? Вот и не надо говорить, вот я говорю, воруют, то, что очень надо, вот прям кровь носом, товарищ капитан, так точно, значит, сейчас пойдем испить, вот как это, своруем, своруем, вот так, своруем. И все. Если нужно что-то поглубже, шпионское, вот шпионы у нас хорошие, ну, как они называются, разведчики, да, КГБ там и так далее, везде 6666. Спорт какой? Насчет спорта вы знаете, уже отовсюду Россию выгоняют. Сегодня, вот по всем каналам, боже ж ты мой, Путин поручекался с этим, не с Обамой, кто там сейчас, Трамп у нас, да, с Трампом, Трамп на него посмотрел. И это еще не конец, они обязательно встретятся. Какое, как это сказать, какое унижение? Какое унижение для страны, что на всех каналах, что вот они обязательно еще встретятся, они будут говорить, им есть о чем поговорить и так далее. Он не нужен никому, этот подзаботник, этот гопник питерский, никому не нужно. Вот он понимает прекрасно. Это все на него работают, вот, как это, информационные вот эти СМИ, давно купленные, перекупленные. Вот в чем дело. За счет чего эхо Москвы держится? Ну, потому что они приглашают всяких там Шевченков и так далее, для того, чтобы вроде паритет был, да, этих идиотов дранных. Ладно, я ушел в другую сторону. Ребята, нет ничего, нету, науки нету, культуры нету совсем. Вот никакой. Вот тут кино, сейчас я посмотрел сегодня, трейлер. Ой, какой же это фильм? Что-то, какой-то про революцию, Троцкий, что ли. Вот в трейлере, в четырех минутах, там шесть этих самых взрослых моментов, да, причем таких открытых совершенно. Это что? Это культура? Вы мне извините, это не культура, это бескультурщина. Даже вот я здесь 10 лет, сколько, 12 лет живу, да. Вот сравнить первые мои годы и сейчас, что в интернете грамотность, просто грамотность, буквы. Ну, я не говорю про запятые, запятых в России нету. Вот как секса нет, так и запятых нет в России. Вот. Просто общая грамотность вот падает, неуклонно, неуклонно. Какой там английский язык учитель? Русский никто не знает. Уже трудно становится общаться, понимаете? Ну, я понимаю, можно, пока там печатаешь, или пальчиками где-то там на маленьком экране можно сделать ошибку. Ну, какие ошибки? Форма построения вообще вот предложения совершенно дикая, понимаете? Ну, и ладно, я вот давно живу уже в Америке, мне, может быть, просить на что-то, да. Ну, вы обратите внимание, я на английский язык никогда не перехожу, редко что-то вырвется, потому что я говорю с русскими, я говорю по-русски, понимаете? Стараюсь говорить по-русски и писать тоже по-русски, без всяких этих, вот, без иностранных языков, хотя я знаю ни один английский. Вот. А русский русского языка не знают, понимаете? Это тоже культура, а из таких вот, из неграмотных людей специалистов не будет никогда. Это невозможно, если ты жи-и-ши пишешь через букву «ы», что ты будешь хороший инженер, там, или, ну, я не знаю, кто еще, врач, или что-то в этом роде. Всегда вот сколько я видел грамотных врачей, давно еще тогда, да, они все очень правильно говорили, их приятно было слушать, понимаете? Вот таких каких-то сумасшедших, которые вообще ничего не знают, только умеют лечить, как вот доктор Хаус, там, что-то в этом роде, хотя Хаус тоже грамотный, вроде бы, да. Вот таких нету, понимаете? Не бывает такое, что вот он совершенно какой-то дуболом, а вот, ну, он хороший специалист, понимаете? В человеке всегда все можно понять, да? Можно, ну, как, должно быть гармонично. Вот в чем дело. Гармония этой, не то, что нет, ее не было никогда, вот как я сейчас выясняю, и не нужно говорить, что я вот ругаю там Россию и так далее. Ребят, я прозрел просто, я смотрю, как это все выглядит, понимаете? Я не говорю, что в Америке тут все, как говорится, маслом помазано и так далее. Тут свои проблемы есть. Но нет таких, вот, например, нет проблемы идиотов во власти. Вот, ну, таких проблем нет. Ну, и так далее, и тому подобное. Я о чем сегодня говорил? Я говорил о том, что в России нет специалистов. Нету. Они уехали, даже те, которые были, они разъехались, а то, что сейчас, это нельзя назвать словом специалист. Все, пока, спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok